Сегодня вестники Северодвинска. Тренажерных площадок станет больше, их установят за счет экономии. Ремонт в благодарность. Квартиры ветеранов обновляют бесплатно. Новые спортивные объекты появятся в городе. Здравствуйте, вы смотрите Вестник Северодвинска. В студии Владимир Богомолов. Мы начинаем. Последняя сессия Совета депутатов перед летним отдыхом выдалась жаркой, как в прямом, так и в переносном смыслах. Значительной частью повестки дня стало обсуждение поправок в бюджет. Стоит отметить, что объем городской казны перевалил рубеж в 6 миллиардов рублей. Большая часть расходов – социальные обязательства властей. Речь в том числе сегодня шла и о расходах на строящиеся и новые спортивные объекты. 147 миллионов рублей – это последний транш из федерального и областного бюджетов на завершение строительства крытого ледового катка на острове Ягры. Сегодня на сессии были внесены соответствующие корректировки в бюджет. 80 миллионов – доля федерального центра. 67,5 миллионов добавил бюджет региональный на программу по ремонту муниципальных объектов. Строительство катка с искусственным домом относится именно к этому направлению. Это 147 миллионов. В общей сумме у нас на строительство катка 25 миллионов выделено от местного бюджета. Поэтому мы надеемся, что каток будет построен и сдан в сроки, так как финансированный обеспечен. Сегодня все осталось только за работой подрядной организации. Сдать объект должны до конца года. Еще за один Архангельское шоссе город будет платить в пять раз меньше. За кредит в 711 миллионов город отдавал по 3,5 миллиона процентов в год. Сейчас 700 тысяч процентную ставку удалось снизить с 0,5 до 0,1 процента. Еще одна спортивная поправка в бюджет – 7 миллионов рублей на капитальный ремонт ФОК «Планета» на юбилейной. Средство выделил региональный бюджет. Ремонт «Планеты» поможет попасть ФОКу в федеральную программу. Что позволит нам еще привлечь дополнительно, благодаря этой программе, еще 14 миллионов, по-моему, порядка, на переоборудование данного сооружения. В итоге мы получим полностью отремонтированное сооружение и укомплектованное по современным технологиям, что позволит безопасно заниматься нашим там детям. Поправки к бюджету предложил зампредседателя городского совета. Экономию почти в 4 миллиона рублей образовавшаяся. При строительстве спортивной площадки у 38-й школы предлагается направить на строительство тренажерных площадок сразу у пяти школ города и ремонт и спортплощадок, построенных по программе «Газпрома» еще в 2008 году, в 8-й гимназии и 17-м лицее. «Поступили с «Газпрома» тренажеры уличные. Они нам поступили в 2013 году. И в 2014 году мы планово начали их устанавливать. Но подрядчик не успел их выполнить. То есть сейчас мы часть этих денег направляем на то, чтобы доделать эти тренажеры. То есть плановая работа, нужно их доделать». Один из вопросов, который вызвал бурное обсуждение в СМИ еще до сессии, сегодня приняли единогласно. 4 миллиона рублей пойдут на закупку формы для воспитанников морской кадетской школы. Поправка Ольги Варзуновой, выступавшей против, не прошла голосование. Впереди у депутатов каникулы. В следующий раз они соберутся уже осенью. Сергей Курбан, Семен Семегулин, Вестник Северодвинска. Также на сессии Совета депутатов проголосовали за ряд поправок, касаемых муниципального имущества. Помещение получат инвалиды, инспекторы ГИМС, а Севмаш отеля больше не будет. Самым острым стал вопрос о помещении в жилом доме на Первомайской, 16. В кафе реализуют в том числе и алкогольную продукцию. Сейчас помещение в собственности муниципалитета, потому работает кафе до 23 часов. Предприниматель, который арендовывал помещение 3 года на льготных условиях, теперь имеет право его выкупить. А это значит, что своим имуществом распоряжаться сможет без ограничений. У депутатов есть опасения о том, что вопросы, связанные именно с наливайками, что он когда выкупится, на него влиять никто не сможет, и он может работать круглосуточно. Если будут жалобы, то, соответственно, будем реагировать. Но запретить им выкуп мы не имеем права. Это их право. Понять, конечно, можно группу депутатов, но, к сожалению, мы не можем сегодня отступать от закона. То есть, вероятнее всего, если бы мы не приняли сегодня это решение, то предприниматель имел право обжаловать в судебном порядке. Таким образом, депутаты были вынуждены проголосовать за принятие этой поправки. Поддержали и передачу в собственность области мастерских для людей с инвалидностью. Помещение используется центром «Ручеек». Там занимались дети с ограниченными возможностями. После получения гранта к ним присоединились и взрослые. Когда деньги закончились, последние продолжали заниматься в центре. Хотя по закону лица старше 18 лет не имеют права получать здесь социальные услуги. Инвалиды 18, 19, 20 лет, они действительно как дети, но уже не относятся к категории детей. И поэтому получилось стечение обстоятельств, что они должны перейти в категорию взрослых людей. И поэтому передали центру забота. Теперь совершеннолетние инвалиды смогут заниматься в мастерских. К тому же финансовая нагрузка ляжет на областной бюджет. Также были внесены изменения в правила землепользования и застройки. Депутаты разрешили нахождение административных зданий в южной жилой зоне. Речь идет о районе, где сейчас находится Севмаш-отель, Ленина, 48А. Предприятие планирует перепрофилировать гостиницу под административную деятельность. Теплицы 24-й школы передадут в пользование строительно-ремонтной эксплуатационной службы. Там расположат помещение для сотрудников, для хранения и обслуживания автотранспорта. Государственные инспекции по маломерным судам передадут помещение на Торцево, 38А. На 22 квадратных метрах будут находиться 5 человек. Артур Ромих, Родион Саханько, Вестник Северодвинска. Приближается еще один праздник – День молодежи. Северодвинск его отметит трезво. Розничная продажа алкогольной продукции будет запрещена 27 июня. 27 июня продавать алкоголь населению в нашем городе будут лишь в течение трех часов. С 10 утра до часу дня. Руководители предприятий и индивидуальные предприниматели должны проинформировать покупателей о времени действия запрета и ограничения на розничную продажу алкоголя в наглядной и доступной форме. Предприятиям, организующим услуги общественного питания, запрещена продажа алкогольной продукции на вынос. Ремонт в благодарность за победу. С новыми обоями, окнами и дверями будут жить 9 ветеранов. Отремонтировать их квартиры должны до конца июня. На это выделено около 320 тысяч рублей. Один из ветеранов в отремонтированную квартиру первыми пригласил нашу съемочную группу. За три дня в квартире Авенира Александровича Федешова сделали косметический ремонт. Отделочник поклеил обои. Осталось покрасить двери, радиаторы и наличники. Ветеран войны живет в этой квартире около 30 лет. Говорит, периодический ремонт делали самостоятельно. В этом году его квартиру обновят и средства местного бюджета. Ремонтом в квартире Авенира Александровича занимается строительная фирма из Архангельска. До 30 июня они отремонтируют еще 8 квартир. На это выделено более 320 тысяч рублей из местного бюджета. Специалисты в квартирах ветеранов заменят окна и двери, поклеят обои, покрасят или обновят кафельную плитку. Все зависит от пожеланий самих ветеранов. Стены, старые обои, штукатурка на стенах была. Все это надо было убирать, заново шпаклевать и клеить. Состояние как вы квартиру оценили? Старенькая, потрепанная квартира. Так вот просто хотелось раздражаться и уйти. Не считая этих девяти, за пять лет из средств местного бюджета отремонтировано 86 квартир. В сентябре проведут еще один аукцион. В бюджете запланированы средства на косметический ремонт еще пяти ветеранских квартир. Евгения Карелина, Семен Самигулин, Вестник, Северодвинска. Наш телеканал приглашает принять участие в конкурсе «Ты репортер». Присылайте ваши фото и видео на адреса, которые вы видите сейчас на экране. Автора самых интересных ждет подарок от нашей телекомпании. В этот день, в 1701 году, под Новодвинской крепостью, русские одержали первую победу в Северной войне. Отличились русские пленные. Они посадили на мель два шведских корабля, фрегат и яхту. Оба направлялись в Белое море, чтобы уничтожить город Архангельск. Теперь о погоде. Слово Вере Белогородской. Завтра нас ждет приятная теплая погода. Здравствуйте. Подробнее о метеопрогнозах расскажу сразу после коротких анонсов. Далее в выпуске. Обсудили профессиональные болезни заводчан, травматологи и ортопеды страны. Съехались на форум. Небесная канцелярия расскажет о метео и астропрогнозах. И вас приветствует наш спонсор – детский плавательный центр «Аквалайф». Страна чудес – удивительная страна детства. Волшебство – сказочная обстановка для детей и любящих родителей. Два детских бассейна, игровые комнаты, детское кафе «Мистер Пудинг». А также две необычные сауны. Страна чудес – все для вашего отдыха и пользы ваших детей. Железнодорожная 31А. Детский плавательный центр «Аквалайф». 26 июня, по данным ГИС Метео, севродвинские ночью ожидается до 15 градусов выше нуля. Днем плюс 18. Утром ясно, днем малооблачно, без осадков. Ветер юго-западный, слабый – до 4 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня не изменится и составит 758 миллиметров ртутного столба. Звезды говорят, если завтра у вас отпадет желание общаться с коллегами и нагружать себя работой – ничего страшного. Луна будет без курса целый день. Если все-таки уговорите себя заняться делом – почистите накопившиеся хвосты. А расслабиться в конце рабочей недели поможет наш спонсор – детский плавательный центр «Аквалайф». «Аквалайф» – это здоровье и радость вашего ребенка. «Аквалайф» – железнодорожная 31А. На этом у меня все. Желаю хорошего настроения. До свидания. Новая удобная упаковка. Ничего, кроме молока. Северодвинск молоко. Покупайте с удовольствием. Выгодное размещение рекламы на телеканалах «Звезда» и «ГТРК». 58-30-60. Вы смотрите «Вестник Северодвинска» и мы продолжаем. У работников заводов все чаще появляются заболевания опорно-двигательного аппарата. Об этих проблемах говорили травматологи и ортопеды из 30 регионов страны. В Северодвинске проходит крупный медицинский форум. Сегодня пленарное заседание прошло в Северном Рейде. Завтра врачи подискутируют на пароходе «Гоголь». Иван поступил в заводскую больницу после ночной смены с производственной травмой запястья. Иван работает специалистом по термической обработке металлов на Севмаше. Говорит, рецидент произошел по собственной неосторожности и усталости в конце смены. Сам как бы сделал так, чтобы у меня упала на палец деталька. Врачи сработали оперативно. Пообещали сохранить палец. Производственные травмы на заводах не редкость, как и профессиональные болезни. Об этих проблемах говорили сегодня на всероссийском круглом столе. В Северодвинск приехали травматологи и ортопеды из ведущих клиник Федерального медико-биологического агентства России. Подобные вопросы в последний раз обсуждались еще в СССР. За это время подход к больным и медицинская техника серьезно изменились. И с позицией старых сегодня к производственной травме относиться нельзя. В связи с этим, конечно, мы очень серьезно отнеслись, например, к выбору города, где бы провести это мероприятие. Почему в Северодвинске? Потому что крупнейшие предприятия, которые участвуют сегодня, в том числе и в оборонной промышленности. За пять лет количество профессиональных заболеваний в России выросло. Ежегодно из 10 тысяч работников, пяти ставят такой диагноз. Больше половины приходится на опорно-двигательный аппарат, артрозы, воспаление связок и сухожилий. Причина их развития – неблагоприятные условия труда и физические перегрузки. Такова специфика судостроительного производства, технологии судостроения, что автоматизировать процессы мы не можем на полное влияние производственных факторов, вредных осуществляется работников. Поэтому есть и эта проблема. А вот официальной медицинской статистики по несчастным случаям на заводах – нет. Каждое предприятие ведет собственный учет. И на Севмаше, например, это около 50-60 случаев в год. Несчастные случаи на производстве связаны с падением высоты. У нас очень большой процент работы, соответственно, бывают такие пострадавшие. А в городе Архангельске, например, там совершенно другая патология. Там на первом месте, например, лидируют травмы верхних конечностей, то есть рук. Это связано, например, с особенностью с тем, что у них очень широко распространено лесо- и деревообрабатывающие производства. На форуме обсудили и вопросы первой помощи пострадавшим на производстве. Искали и пути лечения профессиональных патологий. Однако заводские травматологи занимаются не только рабочими. Евдокия Васильевна приехала в наш город из Плесецкого района с переломом бедра. На родине ей просто наложили гипс. Пенсионерка четыре месяца пролежала на диване. А после четырех месяцев снять гипс. А вот после четырех месяцев повезли сама гипс. Гипс сняли, а рентген показал, что не срослось. И совмещение. Ну, врачи говорят, я фирургу спрошу, так а что мне делать? Ну, а что вы хотите, вам 80 лет. Будете с палочкой сходить? Здесь женщину прооперировали. На третий день она уже смогла шевелить ногой и встала на ходунки. Вера Белогородская, Андрей Ряхин. Вестник Северодвинска. Пожертвовала автомобилем ради спасения зайца. ДТП произошло в Холмогорском районе. Женщина управляла Нивой Шевроле. Увидела зверька, сильно прижалась к обочине и машина вылетела в кювет. Внедорожник перевернулся на крышу и загорелся. Автомобиль восстановлению не подлежит. Четверо пассажиров в аварии не пострадали. Заяц с места ДТП скрылся. О других происшествиях в рубрике «Протокол». В апреле этого года в Северодвинское лесничество обратился Архангел Огородец. Он просил выдать ему охотничий билет. Документы у мужчины приняли, но через пять дней в выдаче документа отказали. Охотник обратился в прокуратуру. Должностное лицо Северодвинского лесничества, оно должно было сразу отказать в приеме документов у данного лица и направить его в территориальный орган по месту его жительства и регистрации, то есть в лесничество города Архангельска. По результатам прокурорской проверки в отношении лесничества возбуждено дело об административном правонарушении за нарушение по организации государственных услуг. Штраф 3000 рублей. Этот велосипедист проезжает пешеходный переход, нарушая правила дорожного движения. С транспортного средства необходимо слезть. Аналогично накануне около 9 часов вечера двигался другой велосипедист. В результате произошло ДТП. Водитель автомобиля Ford Focus двигался по улице Портовой в направлении Архангельского шоссе. При повороте налево на регулируемом пешеходном переходе совершил наезд на велосипедиста, 51-летнего мужчину. О правилах дорожного движения велосипедистам сегодня напомнили сотрудники ГИБДД. Участились нарушения со стороны велосипедистов. Основные нарушения со стороны велосипедистов – это проезд на велосипеде по пешеходному переходу. Это нарушение правил дорожного движения. За это предусмотрена административная ответственность. И если велосипедист будет сбит на пешеходном переходе, вина будет велосипедиста. Ну, во-первых, штрафовать это однозначно. Что делать? Если ума нет, так есть правила дорожного движения для этого. Написано, все нормально, по-моему. Штраф за проезд на велосипеде по пешеходному переходу – 800 рублей. Дети до 14 лет выезжать на проезжую часть не имеют права. За них понесут административную ответственность родители. Три пятерки, вот этот «Субар» такой классный. Знаете? Так точно. Глубки за друг! И мони всем подразделениям. Огонь 7, я помню. Передайте информацию. Весник Североднинской о спорте. Один лидер потерял очки, а второй показал бойцовские качества. На стадионе «Беломорец» «Фокс-Звездочка» состоялись очередные матчи 16-го футбольного турнира «Кубок болельщиков». На стадионе «Беломорец» «Фокс-Звездочка» прошли четыре игры футбольного турнира «Кубок болельщиков». В первом матче встретились неудачники первых матчей по группе «Д» команды «Адванс» и «Основа». Поединок стал результативным. Со счетом 7-4 победила «Основа». Далее на поле вышли футболисты «Рифа» и «Вечности». Физически подготовленные футболисты «Вечности» навязали плотную борьбу одному из лидеров турнира. Соперники забили ворота по два мяча. В равной игре все решил один гол более мастеровитых футболистов «Рифа». 3-2 и «Оранжевые» возглавили группу «Д» с шестью очками. В том году дошли до финала, проиграли стройпорту. В этом году намерены тоже дойти как минимум до финала? В каждом турнире надеемся дойти до финала и победить. А и в этом тоже. С чего сегодня удалось все-таки победить, вырвать победу такую минимальную? Ну где-то повезло. Удача все равно присутствовала на поле. Игра, повторюсь, равная была. Повезло. Молодежь «Галактикса» после двух ничейных матчей с одинаковым счетом 2-2 встретилась с лидером группы «Б» футболистами Беломорецка МС. Галкипер-хозяев Евгений Смирнов совершил оплошность и «Галактикос» повел в счете. Под занавес тайма у Максима Шестакова и Альберта Фазлыва не выдержали нервы и обоих игроков удалили с поля за драку. Во второй половине «Галактикос» начал действовать на контратаках. Футболисты-беломорцы, обрушив град ударов на борота соперника, так и не добились успеха и были вынуждены капитулировать. 1-0. Неожиданная победа «Галактикоса». За эту стычку оба игрока десертифицированы на два матча. Еще в одной игре встретились команды группы А «Технарии» и «Скат». После двух ощутимых поражений футболисты «Ската» одержали первую победу со счетом 3-2. Константин Мухин, Владимир Богомолов, Вестник, Северодвинска. Потомственный северодвинский мотогонщик Максим Фофанов занял призовое место на втором этапе соревнований по мотокроссу МХ «Командная битва регионов-2015». На Вельской трассе выступили спортсмены из Вологодской, Костромской, Ярославской областей, а также Санкт-Петербурга. На первом этапе открытых региональных соревнований по мотокроссу «Битва регионов» в Вологде северодвинский гонщик Максим Фофанов занял первое место. Максиму 19 лет и мотокроссом он занимается с детства. Говорит, по дорогам общего пользования ему ездить опасно. Слишком велик азарт скорости. Спорт пришел благодаря своему отцу. Батя этим жил. Перестал просто гонять, когда я родился. И получилось, что он во мне немножко воплощает. На втором этапе в Вельске подобрался сильный состав участников. Наш спортсмен выступал в классе 125 кубов, и его конкурентами были более 20 мотогонщиков. В первом заезде Максим ушел со старта в лидирующей группе, а позже вырвался на первую позицию. Но коварная трасса подкинула неприятный сюрприз. Силы покинули, чувствую, темп сбросил немножко. Но все равно вот ошибки избежать не удалось. Кувыркнулся так пару раз. Ну, мотик тоже сильно погнул. Ну, там, руль-глушитель, все, ошейник сломал. То есть форму тоже. Ну, шестой приехал все-таки, получилось, потому что кругов много навез соперникам. А второй заезд, как уехал со старта, и все спокойно было. Во втором заезде Северодениц финишировал в гордом одиночестве и по сумме двух гонок завоевал серебряную медаль. Также наш мотогонщик занял второе место в общекомандном зачете, выступая за Архангельскую область. Третий этап битвы регионов состоится в сентябре в Ярославле. Он расставит всех мотогонщиков на свои места. Константин Мухин, Семен Самигулин, Вестник, Северодвинска. На сегодня это все новости. Обо всем интересном сообщайте по телефону 598-700 или пишите номер 8-911-0580-700. Наши видеоматериалы можно увидеть на сайте северодвинск.тв. До свидания. Торговая сеть «Медведь» приглашает принять участие в акции «Летний подарок». Купи пару обуви, получи купон и оплати им часть следующей покупки. Торговая сеть «Медведь». Обувь для ваших ног. Заключи договор информационно-технологического сопровождения. Программа 1С уровня проф. Участвуй в акции фирмы 1С «Лето подарков» и выиграй путевку на море. Группа ВКонтакте 1С «Северодвинск». Телефон 58-35-28. Не говорите, Раиса Васильевна, так хандрос замучил. Спину стреляет, повернуться боюсь. Давление постоянно скачет. А меня артроз замучил, сил нет. А вены на ногах такие, страшно смотреть. Что делать, просто не знаю. А мы знаем. Ведь сейчас есть «Алмак-02». Современный магнитотерапевтический аппарат с уникальными возможностями. Гипертоническая и врикозная болезнь. Лимфостаз и остеохондроз. Коксартроз. Энтозапатии. Это только малая часть тех недугов, которая может вылечить этот прибор. Полный перечень показаний к применению вместе с методиками лечения приведены в инструкции на аппарат. Пользоваться «Алмаком-02» очень просто. Ведь все необходимые параметры магнитного поля для лечения наиболее распространенных заболеваний уже подобраны и записаны в электронную память аппарата. Приобретайте «Алмак-02» в Северодвинске, в аптеках «Фармация», «Вива», «Здоровье», «Аптеках-29.ру», «Заводских аптеках», а также в магазинах «Медицинская техника» и «Медтехника для дома». Спонсор прогноза погоды – фирменный салон «Аскона». Рецепт здорового сна от фирменного салона «Аскона». Только у нас ортопедические матрасы, подушки, кровати и постельные принадлежности. Только сейчас действуют скидки до 50%. «Аскона» – спите на здоровье. Ломоносова, 75, дом Выта, «Северное сияние». В пятницу, 26 июня, в Северодвинске ожидается ветер юго-западный, слабый до 4 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня не изменится и составит 758 миллиметров артутного столба. Утром ясно, днем малооблачно, без осадков. Температура ночью плюс 13-15, днем от 16 до 18 градусов выше нуля. Спонсор прогноза погоды – фирменный салон «Аскона». Гарантия полноценного отдыха и здорового сна. Матрасы, кровати, ортопедические подушки. Позаботьтесь о себе и своих близких. «Аскона» ждет вас по адресу Ломоносова, 75.